Творяй чудеса Свидетели-отче Николая Чудотворче, моли Бога о нас! В день памяти этого славного, замечательного святого Николая Чудотворца мы приглашаем вас, друзья, в град Очаков, в собор святого Николая Чудотворца, который вырос из стен древней турецкой крепости. Именно здесь, сегодня и празднуется престольный праздник этого замечательного собора. Он, кстати, приехал владыка, митрополит Николаевский и Очаковский, высокопреосвященнейший Петерим. Пойдемте его встречать. Пойдемте, друзья. Урочисто встречают его високопреосвященство митрополита Петерима в кафедральному соборі Святого Николая Чудотворца. 206-ту речницю визначає собор в день Святого Николая. Цей дивовижний святий є покровителем і собору цього старовинного, і міста, і края нашого, і взагалі всього люду православного. Цей дивовий святого Слава, в ім'я Отца і Сына і Святого. Правила вери і обороз, кроплюсь і визначає правим учителемо. Цього тебе пославляємо. Великого водника Бодрія, святителя і святого творця Николаю. Тому що прозвучається у вас, що Господь на Христос в станому місті равні, як у сіла від Нього і збільдаці, і і зсилювався. І вон, де, подв'язав в логиках Господа нашого Ісуса Христосу, утверджав своє відчині і своє серпи, Сам Христосу Николай. Мы видим в Евангелии Его как истинного Бога и истинного Бога. Мы видим в Евангелии как мир Господь среди людей, проповедные Евангелия Царствия Бога. Что же делал и великий вводим Богом святитель и святого Творца Николая? Будучи воспитан в христианском пути, он видел в Евангелии те времена, когда было гонение при Отеанах императора на церковь. Он видел и ходил, посещая всех тюрьмах в воде. Но вот пришло время, Константина Великого и святитель Николай был возведен в детство на Мирликийскую камню. Умер епископ. И сошлись епископы для того, чтобы избрать достойного приемника. И вот молились, и Господь послал тебе слово, что пойдите в церкви, и кто раньше всех придет в церковь Мингря, тот, кто в Своем Великой Иисусе. Как ты думаешь? Когда послали в детстве, то увидели, что подходит в один церковь Мингря, спрашивает его, ты кто? Я рад Божий Николай. То есть, святители рукополагают его, и он становится избранником Божьим, деятельным, ревностным епископом, пастырным епископом. Мы видим в него и милосердие, и кроткость, и воздействие, и особенности то, что он влюбит в самое главное – в Иисусе. Дай Бог с тобой и мы, в своей жизни, взирая на подлинные святители, как у Божьего Николая, и всех угодников Божьих прославленных, святой, апостольцы и церкви, следовали тем же примерам, следовали бы уже образу жизни, живя в мире. Со всеми, живя в мире не только все, кто нам все, а все, кто их иногда наносит, иногда и очищает нашу греховность тем, что не во что у нас сам. В этом большая заслуга, то, что мы переносим, то, что мы видим, казалось бы, каждый хочет защитить свою праву, но каждая правда – это грехолюбивое право. А правда, грехолюбивое право, это та правда, которую сам Господь дает в церкви, сам Господь дает в своей благодати Святого Духа, без затрения на душу, но которую мы должны искать, как единое нам потребует спасение нашей души. Чем-то поможет нам молитвами святыми, святитель и чудо-творец, Господь. Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры, с престольным праздником, с сегодняшним юбилеем. И пусть Господь дарит нам мир, здравие и благо получит. С праздником, дорогие братья и сестры! День памяті Святого Миколая Чудотворця знаменний для міста Очакова. Адже саме в цей день, під командуванням Олександра Суворова, тут була здобута остаточна перемога над турками. «Храни в памяти своей имена великих людей и руководствуйся ими в походах и действиях своих». Эти слова принадлежат Александру Васильевичу Суворову, чей памятник украшает площадь перед собором в Очакове. Александр Васильевич как бы указывает рукой туда, вперед, к новым завоеваниям. И именно в его сердце было столько много добрых и божественных слов. И без помощи Божьей, наверное, он не смог бы и одерживать такие великие и славные победы на благо своего Отечества. В ком, друзья мои, зреет Божье Слово, страх Божий. И с помощью Божьей можно преодолеть все, и победой одержать, и скорбь утешить, и ближнему помочь. Примеров тому масса. И один из самых великих утешителей, и самых замечательных святых – святитель Николай Чудотворец, память которого мы и празднуем с вами в эти дни. Сегодня день святителя Николая, особый день для Очакова. Это день престольного праздника, прежде всего. Потому что мы находимся в храме, посвященном честь его имени. Мы всегда радуемся этому празднику. Много лет, 228 лет тому назад был взят Очаков в этот день. Это уже много прошло, но здесь перст Божий, здесь перст святителя и чудотворца Николая, поборника православия. Сегодня мы празднуем великое событие, потому что это есть то, что он является и правилом веры, и образом милосердия, и образом покровителей тех, которые безвинно страждут, безвинно хотят обезглавить кого-то, он там защищает жизнь, наводя, как говорится, правду Божию. Вот с этого надо начинать и в нашей жизни, потому что Бог не в силе, а в правде, как говорят. И дай Бог, чтобы мы всегда жили по правде Божией, и тогда Господь устроит нашу жизнь, наше устроение, спасение, потому что без правды Божьей, без жизни по Евангелию не будет создаться внутренний человек во спасение, в радость Духа Святого. С праздником, братья и сестры! День Святителя Миколая Чудотворця зібрав в Очаківському кафедральному соборі багато людей. Адже имя Святого Миколая знайомо кожному, и не лише знайомо, а досить дороге. И саме под его покровительством, за благословением Високопреосвященнейшего митрополита Миколаевского и Очаковского Петерима, трудами настоятеля собору, проте Ирея Виктора Безюка и его паствы, собор відроджуется, а разом с ним відроджуется и життя. В сегодняшнее время вы видите, что понемножку делаем ремонт и восстанавливаем, потому что очень в разрушенном состоянии. Я сюда пришел в 2006 году, передали церкви в 2000 году, собор уже вернули церкви. И все время мы трудимся над тем, чтобы восстанавливать. Не было ни куполов, ни крестов, ничего на соборе не было. Подделали, уже есть купола, есть кресты, есть людям, где молиться. Есть тепло, сегодня уже провели газ. Стараемся, при соборе действует воскресная школа. Пока в воскресной школе занимается небольшое количество детей, пока на сегодняшний день это 18-20 детей у нас. Но потому что за неимением у нас помещений нет для занятий. Но сейчас уже думаем о том, строится помещение, думаем, что там будут немножко дети пока заниматься, и будет больше у них возможности познавать Бога, изучать закон Божий. Отец Виктор, можно сказать, что кафедральный собор в Очакове это своеобразный форт-пост для всего нашего края? Ну, я скажу, своеобразный, да, форт-пост, это любой храм своеобразный форт-пост для местного края. Но для очаковской местности, да, действительно, это старинный собор, ему уже 209 лет сегодня исполняется. И как раз, что и знаменательно, сегодня в Очакове также особый день, потому что 228-я годовщина дня взятия Очакова. И, конечно же, собор является, как и любой храм, таким тихим пристанищем, в житейском море бушующим, плавающим корабль, на который может прийти каждый человек и найти то, что говорит Господь. «Придите ко мне все труждающиеся, и обременение, и азу покою вы». Те, которые не имеют покоя, те, которые находятся в каком-то смятении, они приходят сюда, и здесь они получают духовное удовлетворение, они здесь получают эту отдушину, ну и самое главное – милость и благодать Божию получают здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok